Привет, привет, всем привет. Здравствуйте, здравствуйте, я думаю, вы все доказались, но уже догадались, где я. Привет, привет. Да, я в сауне. Приветики, у нас все хорошо, ребятки, не переживайте, все прекрасно. Да, я в бане после тренировки, решил, телефон плохо не станет. Вы за мой телефон не переживайте, у меня дорогой, хороший телефон. Проблем с ним нет. Дива, займитесь своими отношениями, в нашей лестнине надо, спасибо. Привет, привет. Экран не запотевает, потому что у меня айфон. Заплатил за то, что вы сделали не потеющий экран. И все, все сразу встал на свои места. Привет, 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 привет. Да, очень круто, когда потренил. И потом сразу... Дива, это не ваше дело, как бы это личное, поэтому занимайтесь своей личной жизнью, в нашу лестнине надо. Итак, эта личная жизнь была год на показ, а сейчас мы приняли решение, что этой шляпы больше не будет. Вот и все. Поэтому мне неинтересно на эти вопросы отвечать и Лизе тоже. Вот и все. Мы решили абстрагироваться. Меньше будете обсуждать. У нас уже отношения не на показ, поэтому все нормально. Так. Барзиков просто хайпует, не обращайте внимания. Нет, обращайте внимания. Ну, своего рода хайп, не более того. Так. Да, я гей. Гей, потому что с твоим мужем спал. Наверное, поэтому. У тебя ж поэтому резко появились причины сказать не почему я гей. Ну, вот так вот. С твоим мужиком мы спим вместе. Все. А гей изменяет. А я гей. Все. Так. Ты работаешь моделью? Думаю, это логично. Да, я работаю моделью. В каком городе живу? Живу в Гуанчжоу, Китай. Люблю. Люблю. Люблю таких подписчиков. Ничего не знаю, Анастасия. Блин, прикольный ты подписан? Анастасия член. Это что? Что это вообще за никнейм? Анастасия член. Ну ладно. Про дом 2 можно вопросы задавать, конечно же. О, началась. Так. Алексей, расскажи про производитель китайцев. Говорят, они там очень странные. Для русского человека, да, они странные. Потому что мне иногда очень тяжело с ними разговаривать. Я сегодня разговаривал с помощником клиента. Ребятки, это была смерть. Я... Был бы он рядом, я бы его застрелил. Потому что он такие... Китайцы, они узколопые, знаете. Это что-то типа под одно заточено и больше ни на что не готово. То есть они выполняют одну работу очень хорошо. Они не разносторонне развиты. То есть они могут быть абсолютно глупыми, абсолютно примитивными во всех делах, не касающихся их работы. То есть у нас люди с самого детства приучаются к многогранности. То есть мы можем делать и одно, и второе. Всего по чуть-чуть, конечно, не профессионально, прям спец-спец. Но все, по чуть-чуть, мы можем и поговорить на разные темы. А китайцы, они настолько узкопрофильные. Вот так вот они заточены. То есть очень тяжело с ними какие-то вопросы решать, не касаемо их бизнеса, их работы, непосредственно их рододеятельности. Так, говорят, китайцы не бреют интимные места. В китайской культуре, если женщина бреет интимные места, значит она очень часто занимается сексом, а значит она легка напередок, значит она проституткой или путаной или как хотите назовите. Так, это вообще-то немецкая фамилия. С немецкой моя фамилия как толстая, хотя это вообще не так. Ну, Анастасия, все люди привыкли к английскому языку, вы написали же... Ну, а, да, так можно и... Ну, короче, звучит это, как Анастасия, член. Я прошу прощения, но все обычно используют английский язык, многие не знают немецкого, поэтому это так вот. Так. Сегодня Маш спросил, а норм 90 тысяч зарабатывать? И про тебя я сказал, что ты получаешь 90 тысяч продавать. Хотя Маш сказал, что он больше не способен, что хочу. Да, конечно. Так. Ты хорошо говоришь на китайском. Знаете, многое заметил, что особенно домовские любят... Ну, поговорить всякой ерунды, гадости друг другу. Я такими вещами не занимаюсь, и я знаю, сколько я зарабатываю, я знаю, как я живу, и я думаю, что многие это видят. Легко можно определить, как человек живет. По социальной сети, по местам, которые он посещает, в каких странах он живет, какие он цели преследует, что он покупает. Многие люди делают вид, что хорошо живут, но на самом деле так себе. Или за чужой счет. Ну, явно мне никто не платит, как бы все свое. Но так дело каждого, что говорить. Я китайский знаю чуть-чуть. Плохо. Так. Да, я стараюсь быть активным, я стараюсь развиваться, я стараюсь планомерно выполнять какие-то действия, которые сам себе алгоритмы, которые я задал. Вот, и как бы честно вам скажу, все получается, все хорошо. Как там процесс ремонта? Нет, диван не покупал, я купил только светильники. Я закупил светильники, я закупил сантехнику, закупил смесители. Это очень много коробок вышло, потому что те же лампочки одинарные, которые по дизайн-проекту, у меня целых 60 штук. То есть, у меня 60 микросветильников, ну вот эти маленькие лампы, которые сверху. Три основных, одна большая люстра, подвесные светильники, которые над барной стойкой будут. Сейчас рассматриваю, да, чтобы сразу купить полностью укомплектованную спальню в таком, знаете, стиле барокко. Вот, и у меня вообще квартира будет делиться на несколько стилей. То есть, современный стиль, я бы сказал, даже минимализм касаемо моей прихожей, да, зала. Вот, и барокко, я думаю, будет у меня в спальне, если я не ошибаюсь, что барокко, да. Да, тот светящийся кран пришел, очень тяжелый, очень круто сделан, мне очень нравится, поэтому как-то так. Так, когда будешь, всегда будешь там жить. Нет, я делаю квартиру для продажи. Главный, я знаю, процесс, подход. Спасибо. Прописка у тебя Минска? Да, у меня прописка Минска, но если бы вы знали лучшие законы, то я не могу числить за тунеядцем в своей стране только потому, что я более 180 дней не нахожусь в стране. Точнее, да, не нахожусь в Беларуси больше 180 дней и в стране. И поэтому я не являюсь резидентом Республики Беларусь. То есть, я не пользуюсь никакими благами для себя, поэтому они не имеют права даже с меня счета вычитать. Я живу за границей, я с этого года уже наконец-то не буду призываться в армию. Вот, потому что я просто-напросто не живу в своей стране. Так, мне вообще по барабану, кто выиграет свадьбу на миллион, мне безразлично. Ты знаешь, что сколько нужно... Так, не хочешь сделать тату? Не хочу, я представляю, какой у тебя папа красивый. Папа, да, статный мужчина. Вот, хорошо выглядел свое время, сейчас немножко постарел. Я думаю, что если бы мой батю хорошо одеть, дать ему какого-то лоска, да, молодить, так скажем, отбрать в зал, он бы сейчас еще, конечно, мог бы дать жару молоденьким курочкам. Я выбираю свою квартиру, потому что это моя квартира, и я делаю так, как хочу я. Я не советуюсь даже с родителями, я ни с кем не советуюсь по этому поводу. У меня есть план, у меня есть задумка, которую я вместе со своим дизайнером вынес, поэтому мне никто в этом плане не нужен, никакие советы, уже все давно решено. Потому что потею я, телефону не нужно потеть. Нет, я Екатерина, я вас могу огорчить, подписчики знают всегда лучше, чем я. Да, я вас уверяю, сто процентов. Так, я не переехал сюда навсегда, я буду находиться в Китае три месяца, и потом я всегда буду улетать на месяц-два. То есть в планах входит заработок денег в Китае, да, вот. И потом несколько месяцев отдых, месяц-два отдых, потом опять возвращение. То есть три месяца нахожусь в Китае, зарабатываю, потом месяц-два отдыхаю, потом возвращаюсь. Так, поток. Как относишься к девушке, которая только заботится о внешнем виде, а в остальном ноль? Ничего хорошего. Я считаю, что такие женщины, они только для секса на одну ночь, ну, может быть, на две. Ну, то есть, такая дорога в ад, знаете. Женщина, которая не занимается саморазвитием, которая не самодостаточна, которая не читает книги, которая ничем не наполнена, только наполнена силиконом и бьюти-процедурами, ничего хорошего в этом нет. Ну, то есть для меня это пустышки, глупые девочки, которые, в принципе, и преследуют цели только в свою жопу примостить где-то потеплее. По сути, их будут юзать, задаривать подарками. Ну, по сути, это, знаете, вот это проституция. Можно называть как угодно, содержанство. Они там типа якобы в отношениях, хотя у него есть там семья, или он просто приезжает, ее шпилит и уезжает домой. Ну, то есть это латентная проституция. Называйте, как хотите. Такие женщины, они никому не интересны. Даже тем же богатым мужикам они относятся к им, как к мясу. Женщина должна быть мудрой, наполненной. Вот. И все должно быть четко. В квартире уже черновые работы почти завершены. Вот сейчас мои рабочие ждут светильники, ждут сантехнику, то есть, чтобы поставить смеситель и душевую кабинку установить. Вот я как раз это все закупил. Буквально на днях буду отправлять. Я дожидаюсь последних образецов. Там 30 светильников должно еще прийти. Вот. Поэтому как-то так. Спасибо, спасибо. Ань, хорошо, маме наберу обязательно. Это мама мне ничего не пишет, я откуда знаю, что там за дела. У меня же тоже тут свои. Класс, спасибо. Что, нет больше вопросов? Да, женат. Странно, что она у тебя все спрашивает. Боится мне писать что ли? Привет, привет. Нет, футбол не люблю, я вообще не понимаю футбол. Для меня футбол это непонятный вид спорта, который я не могу понять. Ну я каждый день после тренировки в сауну хожу, да. Да, я купил квартиру уже давно. Маша, ну явно не твое дело. Можешь своей матери прямо сейчас набрать и целые сутки с ней проговорить. Я не понимаю почему вы заходите и думаете, что ваше мнение или ваша какая-то подача мне интересна. Мне абсолютно это не интересно. Я думаю, сам разберусь с моей мамой и без вас. Так. Да, я в бане. Я нормально пищу переношу. Причем тут ноги модельные. У меня ноги, кстати, не модельные. У меня ноги огромные. Я вешу 100 кг, ребят, не забывайте. У меня накаченные здоровенные ноги. С какой целью сауна каждый день? А можно сказать, с целью удовольствия. С целью... Маш, мне это не интересно, что у тебя кто там умер вообще, прикинь. Позвони родственникам, вместе можете попереживать. Меня ты этим не тронешь. Мне вообще не интересно, зачем ты это пишешь. Так. Сколько градусов сейчас в бане? В бане, честно, не знаю. Сколько длится тренировка? На самом деле, тренировка у меня длится. Физическая час нагрузка. Потом час кардио. Бывает еще бокс. И потом сауна. Какую страну хотел бы посетить? Хочу в Шри-Ланку. Хочу в Египет. И, наверное, Рим. У тебя много мышц, вот, весишь столько. Ну, понятно. Понятно. Я очень жестокий для людей, которые не соблюдают сопротивляцию, которые пишут всякую чушь, которая мне не интересна. Ну, то есть, я общаюсь с людьми на их языке. Если они мне пишут всякую дичь, всякую ерунду, которая вообще непонятно для чего это было написано, я людям отвечаю в этой же манере. И нравится, не нравится, это уже решать самим людям, которым я отвечаю. Оля Мачкаева, как бы, нет такого понятия сегодня на тестостероне или нет. Потому что тестостерон это длинный эфир. Он находится в крови больше двух недель. Поэтому, ребятки, это как-то так. Египет, не знаю. Для меня Египет это страна истории. Мне хочется пирамиды увидеть, выходить по музеям. Хочу еще в Турцию. К Босфору. После прочитанных книг с Сафарали очень интересно увидеть Босфор. Увидеть Турцию. Молочку не употребляю. Никак. Липолиз в организме происходит посредством вообще полного уничтожения жира во всех областях. Поэтому не бывает такого, что вы можете убрать жир только в одной области. Это только хирургическим инъекционным путем. А организм, он избавляется от жира комплексно. Поэтому, если вы худеете, то вы худеете везде. Я думаю, я сам разберусь, как мне общаться, понимаете. Если вам не интересно, просто покидайте мой эфир и не смотрите его. Я вас не заставляю здесь находиться. Говорю еще раз. Если кому-то что-то не нравится, просто идете в свой двор к своим друзьям разговаривать. Вам это по-любому понравится. Так. Нет, я не считаю, что вообще веганство это что-то нормальное. Я против ничего не имею, но когда мне задают эти вопросы, я думаю, что за дебилизм вообще. Люди стали веганами и тому подобное только потому, что изобилие пищи. Потому что настолько уже охренели. Настолько уже в жизни все обожрались просто всем, что они резко стали веганами, вегетарианцами. Я не знаю кем там еще. Разновидностей очень много. Все от того, что зажрались и не более того. Какое-то... Я не вижу никаких реально глубоких причин людям становиться... Знаете, еще... Я знаю такую тему типа очистить организм, стать чище, потреблять только овощи. Ну, согласен, может быть. Но это единицы людей в основном. Это люди, которым реально уже что-то хочется новое попробовать, себя как-то проверить. Я в своем прямом эфире как бы это нормально, что я разговариваю, нет? Ну, я вам свое мнение написал и все. Говорю, кому не нравится мое мнение, я ваше мнение мне не интересуюсь. Ну, мне ваше мнение не интересно. Когда мне ваше мнение не интересно, я задаю вопрос. Скажите мне, пожалуйста, там, напишите мнение. А когда я не спрашиваю, мне не нужно об этом говорить. Вы у меня спросили, я ответил. Как бы все делается всегда на таких столпах, когда... Ты задаешь человеку вопрос, значит, ты реально интересуешься, я могу ответить. Если я у вас не спрашиваю, мне, значит, не интересно, понимаете? Реально, мне не интересно. Так, нет, на дом 2 не хочу. Я не хочу никого блокировать, зачем мне это? Сколько часов длятся съемкой, все зависит от клиента. Может быть час съемка, может быть 12 часов съемка. Все зависит от того, какой клиент, сколько объем работы. О личной жизни я вам ничего рассказывать не буду, потому что это не ваше дело. Мы решили, что личная жизнь остается личной, поэтому больше вам ничего не светит. Увы и ах, можете эти вопросы не задавать, никто вам не ответит. Опять ты мне пишешь эту ерунду. Зачем об этом писать? Вы странные. Вы заходите ко мне в эфир, смотрите мой эфир. В этом пишите, что вам что там, блин, вообще, прикиньте, вообще, по барабану. Ладно, Маш, разговаривай сама с тобой, я понял, что тебе интереснее так. Что значит, не нравятся китайцы? Мне нравится, как устроено государство в Китае, очень умное. Они хоть и узко заточенные, но очень умные. Вот это по гороскопу я, водолей. Боже, я уже спалился. Тебя чем-то можно растрогать? Ну, конечно. Вы что, не видели на островах мою истерику? У меня было психическое истощение, я бы так сказал, моральное истощение на островах. Мне настолько было там плохо, что у меня прям реально были срывы. Я пару дней бухал, помню, прям просто нажирался. Ну, вообще, вот до слез доходило. Представляете, насколько истощен был? Поэтому, ну, как бы честно вам сказать, можно человека психологически поставить в деструктивную какую-то ситуацию, да? И просто на него давить всеми методами, да? Это будет жестко. Привет, привет. Вы, видимо, за мной очень мало следите. Я всегда... Я всегда так отвечаю. Вот. Сейшелы, возможно, и нравятся. Сама площадка ужасная. Я бы поспорил с правительством Китая, что оно лучше в мире, потому что в Китае очень много коррупции. Это бич Китая, потому что здесь все можно купить за бабки. И если тебя кто-нибудь китайц завалит на улице, поверьте мне, никто даже расследовать не будет. То есть, когда европеец умирает в Китае, будут расследовать только если это какой-то дипломат или какого-то высокопоставленного чиновника. А так вас завалят в Китае и вообще всем будет плевать. Я вам серьезно говорю. Просто плевать. Уже были случаи, людей даже тела не транспортируют. Вот здесь в этом плане проблема. Поэтому с китайцами нужно быть осторожными и можно не на того нарваться, и тебя просто убьют, и никто даже за это не понесет никакой ответственности. Поэтому, честно признаться, тут есть свои косяки. Но мне нравится устройство касаемо бабок. Да я пару раз переписывался с Лехой. С Майей я вообще, в принципе, в плохих отношениях. Она мне не симпатизирует как человек, скажу честно. Леша хороший, Майя мне как человек не нравится. Не моя вообще тема. Стоит ли ругать сына, если плохо учится? А вы пробовали разобраться, почему он плохо учится? Почему сыну не нравится учеба? Вы же должны понимать, что вы должны вспоминать себя в детстве. Я могу за себя сказать, что меня мало того, что не поощряли особо за учебу, меня постоянно за нее наказывали. То есть не было вот этого, знаете, пряника и кнута. Меня никто не мотивировал на учебу. По сути, мне просто говорили, должен хорошо учиться и все. Плохо учишься, получаешь по жопе. Хорошо учишься, так и должно быть. Ну, то есть никаких поощрений, ничего. И вообще в школе очень неправильная постановка. Очень многие преподаватели, они самоутверждаются за счет детей, оскорбляют детей. Очень много всяких ситуаций можно приписывать. Все нужно, знаете, разбирать отдельно. То есть каждый ребенок это какая-то новая личность. Может у вас что-то в семье не так, может в школе что-то не так. И вообще, в принципе, сейчас, я вам так скажу, образование важно, но не настолько, как было раньше. Самое главное, чтобы ваш ребенок был хитрым, активным, чтобы он хотел зарабатывать. Не работать, а зарабатывать. Вот, надо, я бы мотивировал своего ребенка на учебу. То есть, хочешь хорошо учиться, это как с работы. Ты же хочешь зарабатывать хорошие деньги. Ты делаешь тогда свою работу хорошо. Так и с ребенком можно, просто его мотивировать. Сказать, ну там, сын, ты хочешь получить то, что ты там хотел, да? Скажи мне, что ты хочешь, твоя мечта. Он говорит, блин, хочу это. Ну так вот, твоя мечта, ты должен там хорошо закончить. Это вообще, это примитивно. Если ему это не интересно, то ему, в принципе, тогда ничего не интересно. Любому ребенку можно найти подход. К любому ребенку можно обратиться как-то и поговорить с ним, узнать глубинные какие-то его проблемы, переживания. Когда вы его там наказываете, знаете, ну это тоже не очень хорошо. Не бывает тупых детей, только если они не рождаются тупыми. Тупые родители, которые своего ребенка, к сожалению, к школе не подготовили. Занимались, видать, своими делами. Вот, и ребенком не занимались. А потом дети немножко отстают развития. Это явно не... Леш, почему ты лайкнул Барзикову, что он грязью и облил тюнчук? Лайкнул? Я просто пост лайкнул. Скажу вам так. Я Ваню не поддерживаю в плане поста, потому что если ты встречаешься с женщиной, даже если она оказалась не очень хорошей, лучше обойти стороной и держать свое мнение при себе. И я считаю, больше это хайп. То есть, по сути, Барзикову, мне кажется, плевать на всю эту ситуацию. Я бы просто так не поступил. Это его личное дело. Но я могу согласиться с тем, что Ирина Пинчук явно не пример подражания, а это девушка-тихушница. То есть, это самый опасный вид женщин. Они внешне представляют ангела. То есть, они вот такая личина ангела, такая милашка, вся красивая, улыбается. Но этот человек в подкорке, у него совсем другие идеи. Он знает, что он хочет. Он, короче, всех вводит в заблуждение, а потом просто меняет мужиков по своему хотению. Чувств к Валерии где же не было. То есть, это низко, это мерзко. Она меняет мужиков реально очень быстро. И, блин, Валера реально влюбился, страдает. Взрослый мужик, представляете? Да, в принципе, я здесь и Гриценко не поддерживаю. А у него вообще странная позиция по отношению к девушкам других мужиков. Никакой мужской солидарности. И Ирина Пинчук ему нахрен не нужна. Ему нужно только было закинуться на проект и все, и быть на проекте. По сути, Пинчук симпатичный, он подумал, ну а что бы и нет. На проект нужно вернуться, все. История с Бузовой закончена, все. По сути, мне вообще очень сложно на эту тему разговаривать. Нормально к ребятам отношусь, но в некоторой ситуации я бы и в лицо это сказал. Ну, я не приемлю это. Я бы так не поступил. И поэтому очень тяжело что-то конкретно сказать, понимаете? По какому-то из поводов. Ну, опять же, каждый поступает так, как он хочет, и неизвестно, как поступили бы вы. Я могу сказать только за себя. У меня спросили мнение, я его высказал. Все остальное я не могу что-то высказывать, комментировать. Насчет того, что ребята вернулись. Но он честно говорит, да, за периметром было плохо. Возвращаясь на проект, это нормально. То, что он вернулся таким способом, это нормально. Я вам больше скажу, вы мало кто знаете. Он давно хотел вернуться на проект, но его не пускали. А сейчас он втерся в эту историю. То есть он очень хотел на проект попасть. Никак не получалось попасть, вернуться на проект. И история с Пинчук идеальна. Это сейчас везде обсуждается, это хайп. Поэтому его вернули обратно, потому что очень интересная, хайповая тема. По сути, ничего плохого не скажу. Гритсон довольно-таки не глупый, я бы так сказал, человек. Он знает, что он хочет, он идет к своим целям. Молод, так скажем. С головой дружит. Единственное, что, как и многие, после проекта они не смогли применить свою медийность. Я всем всегда говорил, не рассчитывайте на медийность после Дом-2. Он ни хрена вам не даст. Максимум, что он вам даст, это минимальные подработки за счет хорошей странички в Инстаграм. Работы никакой вам не даст. Поэтому, ребят, да, Гриценко и Пинчук идеальная пара. Мне кажется, это идеал. Ну вот, реально. Им стоит быть вместе. Никакого тут подтекста нету. Все четко. Пускай будут вместе, друг друга любят. Все, Валера, пускай идет дальше. Ля-ля-ля. Мандезир с Юлей. История тоже мне неприятная. Я вообще не понимаю. Во-первых, нужно держать субординацию. Так как ты ведущая. Даже если у тебя что-то замутило. Слушайте, там половина ведущих с кем-то строили втихаря отношения. Втихаря. То есть я не считаю правильным, когда ведущая строит отношения с участником телепроекта на глазах у всех. Она рассталась только с Сергеем. Она может с кем-то спать, что угодно делать. Они расстались. Они свободные люди. Но мне кажется, это немножко нехорошо по отношению к Сергею, по отношению к телезрителям. Вообще, в принципе. Она должна как ведущая показывать пример обществу. Какой-то положительный пример. То, что с Мандезиром, для меня вообще не пример. Потому что, учитывая интеллектуальную начинку Юли, она никак бы не выбрала Мандезира. Но вот серьезно вам скажу. Единственное, что у нее психологическая травма, и она выбирает тиранов. Она хочет в отношениях мужика, который будет ее пиздить, будет ее оскорблять, будут у них ссоры, не ссоры. Ей нужен настолько сильный с внутренним таким стержнем мужик, который будет сильнее ее. Вот Серега был сильнее ее со стержнем. Но мне кажется, в их проблемах, в их отношениях была надлом, самый главный пошел после того, как она стала ведущей. То есть, ей проект дал что-то, а Сереге ни хрена не дал. И типа сейчас она выше. Хотя по мне, я считаю, что и Серега заслуживал стать ведущим. У него отличное чувство юмора. У него шикарная точка зрения, касаемо многих вещей. Он высказывается, он может шутить, он серьезный. Какие бы у меня там с ним терки не были, я считаю, что они, в принципе, заслуживали хотя бы какую-то работу. Так получается, Серегу оставили на обочине дороги, а его женщину возвысили. Она прям ведущая стала, понимаете? Ну, очень тяжело в таких отношениях находиться. Ну и окей, расстались, да и расстались. Мне кажется, нужно друг друга уважать. И если строить отношения, то не показывать их. Эти отношения должны быть скрыты за ширмой, потому что двум людям после расставания очень долго больно. И для меня это неправильно. Это очень тяжело, когда ты видишь, да, вот вы только расстались, да, еще рано не зашито, а ты видишь, блядь, по всем телеканалам, как твою женщину целует черный чувак. Честно, это жестко. Даже если там чувства прошли, все равно с Маратой жестко. Это субъективное мое мнение, реально. Юля, она свободный человек, взрослый, мудрый человек. Она сама с ним быстро расстанется, подождите, чуть посвечается, быстро расстанется. Она имеет право делать, что она хочет. Вообще, мое мнение ей 100% насрать. В принципе, как и всем. Я правильно, просто не поймите меня неправильно. Многие сейчас начнут писать, блядь, всем людям, о которых я сегодня упомянул. Я честно скажу, мне задали вопрос, я на него отвечаю. Мне абсолютно безразлично то, что и как делает. Вообще насрать. У каждого человека своя жизнь. Захотела встречаться? Пусть встречается. Захотела Ирка поменять всех этих парней и опять быть с грицом? Это ее желание, это ее жизнь. Мы ни в коем случае не должны это обвинять. Вы должны высказывать только ваше субъективное мнение, когда вас спрашивают. Никаких. Не нужно писать эти сраные комментарии, как будто оскорблять и все остальное. Вы на это не имеете никакого права. Я никогда так в жизни не делал. У меня на лобном спрашивали место, спрашивали мое мнение. Я его высказывал. Жестко, как угодно, но я его высказывал. Потому что у меня его спросили, поинтересовались моим мнением. Я просто так никому ничего не пишу. Никогда никого не засираю, не оскорбляю комментарии, не пишу и не высказываюсь. Не пишу. Вот это, знаете, как одна из бывших участниц ушла с проекта целыми днями, для чего она и делала. Так это снимала себя и говорила, какой Дом-2 говно. Гипать, а ты сама в этом Дом-2 жила, зачем ты так говоришь о проекте, что там все неудачники. Получается, ты себя приравниваешь к этим же неудачникам. Ты сама там была. Проект очень многое дал. И ей, которые пишут гадости, и всем остальным. Все там нормально жили, и всех все устраивало. Почти все пытаются вернуться обратно. Для меня это странно хайпить на других участниках, писать гадости о других участниках. Это говорит о том, что своей личной жизни нет, успехов определенных нет, и приходится выкатывать за счет других. А выкатывать за счет чего? За счет грязи. Люди любят грязь, особенно, когда кто-то друг друга посылает нахер. Поэтому такое вот у меня видение этой всей ситуации. Чтобы вы понимали насчет Китая даже, у меня вот эта ситуация произошла с этим, с аукционом, да. Я просто высказал свое мнение, вы не представляете, что в Китае было. У меня в Китае, в китайских модельных группах начали постить все эти новости, ссылки. Начали ребята на меня обижаться, что типа я там якобы их упомянул, что они вышли, а я один не вышел. Типа они плохие такие, что они продажные. Хотя я вообще никого не хотел обидеть. Я рассказал просто, боже, просто свою ситуацию. Никого не хотел обидеть. Каждый поступает, как он хочет. По своему велению сердца. Я имею право высказывать свое субъективное мнение на своей страничке. Я никому из них не писал. Никому, ни одному человеку. Вообще чушь полная вообще. Не пишите ерунду всякую. Вообще реально, когда человек занимается своей личной жизнью, своими какими-то целями, ему реально на всех насрать. Вы должны понять, что вы все, все те, кто заяривает вопросами, где Лиза, где Леша, вы там то, это то. Вы должны задать себе у зеркала вопрос, у вас все нормально в жизни? Почему вы задаете эти вопросы? Почему вы этим интересует, что у вас собственная жизнь? Вам не должно быть это, блядь, интересно. Вы можете максимум порадоваться за нас или не порадоваться. Но вот это вот, знаете, вечные вопросы, допросы, кто, где, что. Ты говори только о одном. Говорит об одном. У вас все очень херово в жизни, вам нужно что-то менять. Вы должны заняться над собой или своей работой. Отдать больше времени на то, чтобы вам пришла какая-то польза, чтобы вы выросли, чтобы ваши отношения стали лучше, чтобы ваш, блядь, человек, которого вы любите, был рядом и вас любил, понимаете? Все остальное полная шляпа. Все остальное говорит о том, что у вас нет личной жизни и у вас просто какие-то опилки в башке. Не нужно этим заниматься. Вы можете когда-нибудь, знаете, просто там поинтересоваться. Вы просто можете, блядь, смотреть на странички и вы все видите. Понимаете? Да, реально, людям нечем заняться. У людей настолько скучная жизнь стала, что они пытаются влезть в чужую, пытаются всех людей учить. К чему вы можете научить вообще, я не понимаю. Чему эти люди могут вообще научить, если они сидят у тебя в инстаграм, подписаны на тебя, что-то их там интересует. Этот человек ничему тебя не научит однозначно. Он тебе может только помочь скатиться вниз. Просто сесть на санки, блядь, и в пропасть с этими санками укатить. Ничего хорошего с этого не выйдет. Нормальные люди, они ведут свои эфиры, занимаются своими делами, как-то развиваются, высказывают какое-то свое мнение, ведут свой образ жизни, могут транслировать это в инстаграм. Это нормальная позиция. Это нормальная взрослая логическая позиция человека. Все четко. Поэтому все остальное я, конечно, не знаю. Потому что мы не живем на показ. Вы вообще не живете. Если бы у вас было чем жить, вы бы это постили. Знаете почему? Я вам приведу аргументацию. Я всегда аргументирую свои мысли. Если вы сейчас сидите у меня в эфире, значит, у вас есть инстаграм. Если вы завели инстаграм, значит, вам интересна жизнь инстаграма. Поэтому вы сами себе перечитесь. Если бы у вас была интересная, яркая жизнь, наполненная, вы бы тоже все это постили, показывали. Люди любят делиться тем, что у них есть. Люди любят, когда им оказывают внимание, понимаете. Другие люди просто не заводят социальные сети. То есть, поэтому, это вы не совсем умный и грамотный человек. Потому что я, в принципе, все грамотно, аргументированно высказываю, в отличие от вас. На показ живем. В смысле на показ. Это не говорит о том, что я должен сейчас тебе на все отвечать, на все глупые вопросы, не глупые. Я должен принимать какую-то критику. Я не ради этого заводил инстаграм. И мне вообще, в принципе, это ваше мнение неинтересно. Много раз об этом говорил. Все очень просто. Заводят инстаграм, а потом говорят. Ну вы же, мы-то личную жизнь свою не показываем. Да что ты тут тогда забыл в этот инстаграм? У людей, которые не показывают свою личную жизнь, и у них нет инстаграма. Ребятки, я таких людей встречал, прикиньте. И они говорят, а зачем мне инстаграм, если мне есть чем заняться? У меня насыщенная жизнь, мне неинтересно, что там делают другие. Вот, это истина. Ты или себя как-то продвигаешь, тебе интересно блогерство. Но это не говорит о том, что тебе интересно всем, блядь, рассказывать, когда ты посрал, когда ты с кем потрахался и все остальное. Поверьте, не ради этого создается инстаграм. Представляете себе вообще? Представляете? Вот еще один человек, Ирина, который говорит, мы на вас бабки зарабатываем. Ирина, на вас я не заработал ничего. Поэтому вы можете сейчас удалить инстаграм. Вы соврали, правильно? Сейчас на вас реально ничего не заработало. Я вам клянусь. Если у вас есть пруфы, что я на вас что-то заработал, можете мне их скинуть. А так, получается, вы балаболите. Можете спрыгнуть с окна. И если выживете, можете выпить керосина и еще раз таки спрыгнуть. Потому что полную чушь выгородите, вот как и я сейчас про вас нагородил. Все то же самое. У меня разные в эфире люди. Как дебилоиды, так и очень умные, адекватные. И это очень приятно. Все. Я вам так скажу. Если ты хочешь завести друга, ты будешь ему постоянно лебезить. Это я говорю про основное количество масс. Вы хотите, чтобы я вам говорил, да, мои хорошие, я вас так понимаю, я без вас не могу. Знаете, вот Бузова стайл. Вообще все сильные блогеры, которые заинтересованы в подписчиках и в любви подписчиков. Я в этом не заинтересован. Мне нравится внимание, но мне абсолютно по барабану. Будет вас 10 или будут вас 20. Если вы будете мне говно писать, мне это неинтересно. Мне нужны люди, которым я интересен. Так вот, эти люди, медийные, да, у которых много подписчиков, они постоянно всем говорят, мои хорошие, мои любимые, да без вас я бы никто. Да, конечно, только благодаря вам я стала, блядь, звездой. Только благодаря вам, 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 а еще я живу на Манхэттене, жру целыми днями лобстеров, блядь, потому что это вы. Понимаете, вот к чему это идет. Я никому не бежу, я всегда говорю как есть. Поэтому у меня, возможно, не так много друзей. Многие не любят правду в лицо, многие не любят аргументации, многие любят прятаться, понимаете. У меня все аргументировано, все очень просто. А еще вот интересные люди, которые, как Виктория, они заходят в эфир к чужим людям, они наблюдают за этим эфиром, а потом пишут, что за чушь ты несешь? Чушь несешь ты, потому что ты зашла ко мне и ты меня смотришь. Если ты меня смотришь, значит тебе интересно, значит это не чушь. Ну, или вторая логика, значит тебе нравится чушь. Все очень просто, 30 минут друг другу угодили. Реально, если я буду всем вам жопу вылизывать, понятно, что вы будете меня любить? Я вам начну тут писать, по-боже, вы так правы, боже. Это такая умная мысль. Знаете, кто-то напишет, ты гей. И я скажу, да, блин, я всегда хотел признаться, я гей. Кто-то там напишет, ты там должен сделать то, то, 5-й, 10-й, ты ему начинаешь тоже лебезить и говорить, да, да, блин, реально, вы такой умный человек, блин, у меня всех. Таких подписчиков, вообще бы цене не было. И у людей, наверное, крылья вырастают, они думают, вот это, блядь, я важный. Мне в инстаграме ответили, меня послушали. Я стал, я важный, я очень важный стал. И у него растет эго. Ему кажется, все, я победитель, блядь, я просто тут мечом всех вырубаю, блядь. Король Артур, понимаете, за круглым столом. Типа, вроде бы я должен быть Артуром, но так получается, что нет, я пешка в этой игре. Он все мне скажет, все правильно, грамотно разложит. Ничего страшного, что он где-то там живет, живет не той жизнью, которой я живу, вообще другой человек. Непонятно вообще, кто он, что он из себя представляет, но он становится резко крутым, реальным чуваком. Поэтому, понятное дело, что все, 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 все выстраивается на же по листве каком-то, в уличии, понимаете. На самом деле, этим всем людям на вас глубоко насрать, ну вот серьезно. Они зарабатывают бабки, вот та же Ольга Бузова, очень хитрая баба, очень умная баба. Ей на всех насрать, вот я вам клянусь, вот это типа, вы мои люди. Какая-то чушь вообще, ей реально на всех плевать, вот вообще по барабану. У нее есть близкие, у нее есть свой проект, она его развивает, продвигает. Всем, ой-менькая, ой-ой-ой-ой, все это. Просто люди хотят, слышат то, что хотят слышать, она это дает. В этом есть логика, в этом есть ум, просто я понимаю, что мне это бессмысленно делать. Я буду, тогда получается, против самого себя идти. А я хочу оставаться с собой в любом случае. Всегда со своим мнением, всегда его отстаивать. И не просто балаболить, всегда аргументированно все преподносить. Так, Бузовой не будет никого оскорблять, вы мои мысли вообще услышали. Вы где-то в танке сидели, когда я рассказывал. То есть, вы сидели в танке, оставайтесь там же, ребят. Так, ладно, ребятки, реально с вами заболтался. Меня понесло куда-то не туда. Вот. Поэтому, ребятки, всем любви, здоровья, все, кто меня поддерживает, все, кто реально заходит ко мне на страничку, чтобы чем-то зарядиться, что-то послушать, что-то услышать. Но вам всем большое спасибо. Вот ради вас что-то хочется это делать. Я понимаю, что есть люди, которым прям реально интересны мои мысли, то, чем я живу, они чем-то мотивируются. А всем остальным я вам ничего могу сказать. Не нравится, пошли, идите в свой двор со своими бабками, там разбирайтесь или заходите в другие эфиры и можете там вещать. Мне это неинтересно. Все. Люблю, целую, обнимаю. В честь и радость и желаю, короче. Всех благ. Увидимся, следите. Скоро, кстати, запулю очень интересный видос, очень смешной. Очень смешной. Про ребенка, который не может стихо рассказать. И вы умрете просто. Это очень смешно, это очень круто. Поэтому ждите, я скину видос, вы все поугараете в эфире, реально. Кто в глаза, смотрите, красота в глазах смотрящего. Если вы видите во мне зло, заряжайтесь злом. Кто-то видит светло, он заряжается светлом. Все. Все зависит от вас самих, как вы это видите. Все. Пока.